Наш следующий сюжет о жительнице селения Кюрак Табасаранского района. Ей исполнилось 111 лет. Золха Курбаналиева надеется прожить еще столько же. И не случайно. Секрет ее долголетия в непрерывной работе и в исключительно натуральных продуктах. Долгожительница принимает у себя в доме множество гостей, это родные и близкие. На этот раз посетила бабушку и наш корреспондент Любава Маслова ей слово. Золха Курбаналиева родилась в далеком 1908 году. Всю жизнь прожила в родном Табасаранском районе. Вырастила восьмерых детей, которые уже подарили ей более 30 внуков. Ни дня не сидела без работы. Ткала ковры, чтобы прокормить большую семью. Секретом долголетия бабушка считает постоянный труд и натуральные продукты. Долгожительница не ест ничего из магазина, только то, что приносит ее большое хозяйство. Чай только из сбора горных трав. Сейчас работу по дому бабушка уже делать не может. Любит перебирать четки. Курбанали – внук долгожительницы. Он часто навещает свою бабушку. Она рассказывает ему о своей жизни, дает мудрые советы. Внук помогает бабушке передвигаться и делает работу по дому. Курбанали говорит, это самое малое, что он может сделать для нее. Ведь благодаря бабушке Золхе он появился на свет. Я прихожу ей примерно в неделю, раз или два, и разговариваю с ней. Она меня спрашивает о чем-то, я ей о здоровье. Я спрашиваю ее. То есть она спрашивает меня, как другие люди. Ну она рассказывает мне, как раньше было тяжело, как с ней муж был, то есть общался с ней. И другое много о чем. Если бы не она, то и меня бы не было. Умият и Мугудин вместе уже 26 лет. Молодую невестку в доме мужа приняли как родную. Свекровь во всем помогала. Сама разбила огород, смотрела за детьми. Теперь, когда состарилась, пришло их время помогать бабушке. Хорошая. Что у нее плохое нету. Все хорошее. Все работы сделала, вот огороды сделала, домашние сделали. Все, еду сама готовила. Я пошла ткать на фабрику. Она смотрела моих детей. Когда внуки, дочки, все появляются, такая свадьба бывает у бабушки. Бабушка Золха любит сидеть во дворе, греться на солнышке, перебирать четки и наслаждаться горным пейзажем. В их доме никогда не бывает тихо. Кто-то обязательно навещает долгожительницу. Самые счастливые моменты для нее, когда вся семья в сборе. Любава Маслова, Руслан Салихов, Камила Раджабова и Юсуп Казиамаров. Время новостей. Табасаранский район.